Приветствую. Возможен ли в России военный переворот? Летом 2023 года мы все с изумлением наблюдали за мятежом Пригожина, который уверенно продвигался к Москве. Вероятно ли повторение подобного мятежа, ну или какого-то другого? Не погрузится ли страна в еще более страшную диктатуру, если власть захватят военные? Чтобы в этом разобраться, предлагаю сопоставить ситуацию в России с опытом других стран. В наших роликах мы рассматриваем примеры успешной смены власти, произошедшей в авторитарных государствах. Если сравнивать разные типы падения режимов – народные восстания, военные перевороты, заговоры элиты или выступления повстанцев, то выясняется, что самые распространенные именно военные перевороты. Начну с примера, казалось бы, далекого от нас. Военного переворота в южноамериканском государстве Парагвай. Пролились ситуации в современной России, ну, просто напрашиваются. У власти много лет один и тот же человек, элиты сплочены вокруг него и получают экономические выгоды. Режим связан с криминалом, власть имеет мафиозный характер. В своем правлении лидер планирует продлевать пожизненно и рассчитывает на широкую поддержку народу. Что ж в таких условиях привело к военному перевороту? В правящих партии были фракции воинствующих и традиционалистов. Воинствующие настраивались на вечную власть президента, а традиционалисты мечтали о более либеральном преемнике. Они понимали, что стареющий диктатор ведет страну к международной изоляции и к обострению внутренних проблем. Переворот возглавил генерал Родригес. Доверенное лицо и даже родственник диктатора, дочь генерала была замужем за сыном президента. Но, несмотря на это, между Стресснером и Родригесом назрел конфликт. Президент закрыл один из личных бизнесов генерала и собрался отстранить его от прямого командования войсками. Недовольные приближенные часто оказываются во главе переворота. Как мы помним, летом 2023 года именно близкий Путину Евгений Пригожин организовал военный мятеж в России. Вы кто? Это что такое? А ну нас винтили отсюда. Вы кто? Мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу. Шойгу. Шойгу и Герасимов. Шойгу и Герасимов. Герасимов! У него был открытый конфликт с Министерством обороны, который Путин решил в пользу Министерства. И это ставило крест на финансовых интересах Пригожина. Это пипец. Сейчас мы прервем. На первом канале специальный выпуск новостей. Путин в курсе ситуации. Предпринимаются все необходимые меры. Судя по стремительному броску на Москву и панической реакции властей, шансы на успех мятежа были реальны. Не ожидал, что даже буду такого. Смертельная угроза для нашей государственности. Для нас. Для нас. Для нас. Однако Пригожин оказался не готов идти до конца. Мы разворачиваем свои колонны. После чего только ленивый не предсказывал месть Путину. Неименуемое наказание. И через два месяца самолет с Пригожиным и его сподвижниками взорвался. Лидеры военного переворота в Парагвае, в отличие от Пригожиного в России, понимали, что после начала мятежа дороги назад нет. При реализации плана, как это часто бывает в жизни, что-то пошло не так, и президенту удалось сбежать. Но генералы не отступили. Они взяли в осаду офис главнокомандования, где укрылся президент. Уже через несколько часов бессменный диктатор Парагвая Альфредо Стресснер сдался. Он сделал это, понимая, что помощи ждать нет кого. Генерал Родригес, возглавивший переворот, несмотря на коррупционное прошлое и подозрение в хоршевании наркотрафика, не стал новым диктатором. Он был избан президентом и ушел после одного срока. За то время, что он был у власти, он отменил репрессивное законодательство и закрепил политические и гражданские свободы. Выводы. После военного переворота в стране могут пройти демократические реформы. Интересы восставших военных могут совпадать с интересами большей части элит и населения в целом. Военное руководство может быстро и эффективно сместить даже многолетнюю диктатуру. А в некоторых странах смена власти армии с помощью переворотов практически сложившаяся традиция. Например, в Турции. За последние 60 лет военные четыре раза смещали правительство. И как это не парадоксально, в течение всего 20 века в Турции армия была гарантом светского характера и сменяемости власти. В 1960 году военный переворот завершил десятилетнее правление представителей так называемой Демократической партии. Одна из причин переворота военные хотели вернуть власть Народно-Республиканской партии, которая оказалась вытеснена, и демократы, используя зачастую совсем недемократические методы, препятствовали возвращению республиканцев, введя в них, естественно, угрозу своему курсу. А среди военной элиты в Турции было много республиканцев, и армия решила восстановить политический баланс силовым способом. В современной России, как мы видим, Путин исключил появление во власти оппозиционных политиков, воспринимая их как угрозу. Таким образом, значительное количество россиян осталось без представителей. Но вернемся к событиям в Турции. Пример министра и двух членов его кабинета обвинили в коррупции, государственной измене, нарушении Конституции, а затем казнили. Конечно, это темная страница турецкой истории. Но, несмотря на жестокое начало, впоследствии военные не установили диктатуру. Вновь сформированное правительство было в основном гражданским. В стране учредили конституционный суд и реформировали парламентскую систему. В 71-м и 80-м годах в Турции произошли еще два военных переворота со смещением правительства. В обоих случаях поводом стало ухудшение экономической ситуации, связанной с этим беспорядки на улицах и акции экстремистских движений. В 1997-м году случился так называемый «тихий переворот», когда военным оказалось достаточно выдвинуть правительству требования, и премьер-министр ушел в отставку. Как мы видим, турецкие военные элиты традиционно считали своим долгом вмешиваться в политику в кризисные моменты. В отечественной истории мы такого системно не наблюдаем. Я, Александр Лебедь, возлагаю на себя властно-распорядительные полномочия. Хотя и у нас появлялись отдельные харизматические военные. Спасибо за все, что было. Генералы Лев Рохлер, Александр Лебедь. Добрый вечер. И тот, и другой прошли Афганистан, и другие горячие точки своего времени пользовались авторитетом войска. Лебедь завершил военный конфликт в Приднестровье и остановил Первую Чеченскую войну. За что кто-то его критиковал, а кто-то хвалил. Рохлин отказался от звания Героя России из-за взятия Грозного. Ему приписывают фразу «В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне не слава России, а ее беда». Может быть, конфликты генералов с властью объясняются тем, что и Рохлин, и Лебедь пострадали от государственной машины еще в детстве. Лебедь, будучи школьником, стал свидетелем расправы над демонстрантами в Новочеркасске. Тогда военные расстреляли мирных митингующих. А у Рохлина отец был репрессирован по надуманному поводу и погиб в лагерях. Лебедь баллотировался в президенты России и планировал участвовать в большой политике, но в 2002 году погиб при крушении вертолета. Сегодня в результате катастрофы вертолета Ми-8 погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Есть версия, что эта гибель не была случайностью. Армия обижена! Армия унижена! Армия не с теми, кто сейчас у власти! И эти, конечно, Рохлиных мы сметем. Если я выступил всего лишь против жуликов и воров и такое давление, то я представляю, что будет дальше. Лев Рохлин погиб при странных обстоятельствах в 1998-м. Он разоблачал коррупцию в военно-промышленном комплексе, разграбление армии и видел, что руководство страны не может или не хочет навести порядок. Так вы что, неконституционным путем хотите сменить режим? Это слово никогда не прозвучало из уст ни одного из моих сторонников. Только в рамках конституции законов. Но конституция закона позволяет и стачки, и митинги, и все остальное прочее. Поднимем народ! Рохлин был найден убитым у себя дома. По версии следствия, его застрелила жена после ссоры. Я уверена, что суд установит истину. Я буду оправдана. По неофициальной версии, его убили спецслужбы. Интересно, что через три недели после смерти Рохлина на пост директора ФСБ был назначен Путин. У Рохлина и Лебедя был образ лидеров сильной руки. Такой образ востребован и сейчас. Ролики об этих генералах, не боявшихся власти, пользуются высокой популярностью. Выводы. В нашей стране возможно появление военного лидера, способного при подходящих обстоятельствах сменить правителя. Исключение оппозиции из легального участия в борьбе за власть подталкивает к силовым вариантам решения проблем. Например, в Португалии реальная оппозиция не была представлена на политической арене. Перед военным переворотом у власти был Марселло Каэтану, приемник диктатора Салазара, правившего страной более трех с половиной десятилетий. Португалия была все еще колониальной империей и продолжала вести колониальные войны. Граница России нигде не заканчивается. При этом сама метрополия была экономически и социально отсталой. Пропаганда героизировала войны, ведущиеся в Африке. А вот обыватели и многие солдаты и офицеры считали их несправедливыми. Средства РЭП не выдаются. Плохое снабжение. Амундирование не выдается. Коррупция и все вышеперечисленное покупается нами за наши средства. Ошибки командования. Ввиду неэффективности координации боевых действий на поле боя и связанных с этим большими потерями, наша группа была не готова к выполнению подобного рода задач. Непонимание военными целей войны. Целью военной операции, которую мы начали... Ее целью. 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 У нас нет такой целью. Военный переворот в 74-м организовали не высшие военные элиты, а боевые офицеры среднего звена, возмущенные несправедливостью в распределении льгот и вознаграждений. Военные создали движение капитанов. Вначале они не выдвигали политических требований. Власти знали об этом и не начинали серьезные чистки, чтобы не ссориться с армией. Однако вскоре офицеры стали обсуждать и политическую повестку. Прекращение войн в колониях, демократизацию, социально-экономические реформы в стране. Поскольку правящая верхушка Португалии не допускала во власть оппозицию, офицеров родился план переворота. Сигналом к выступлению стала песня, переданная в установленное время в эфире. Восставшие части заняли все важные объекты. Офицеры обратились к гражданам по радио с просьбой оставаться дома, но народ вышел на улицы, чтобы поддержать восставших. верные правительству части, вызванные для усмирения бунта, отказались стрелять в мятежников. Люди дарили солдатам красные гвоздики, которые стали символом восстания. Вот так в течение суток рухнула португальская диктатура. Проблемы революции Гвоздик обнаружились чуть позже. Люди, совершившие переворот, не умели управлять страной. Это и понятно. После многолетней диктатуры опыт управления имели только чиновники и политики, представлявшие диктаторы. И когда новая власть от них избавилась, наступил период турбулентности, волнений, митингов, забастовок. Через все это Португалии удалось пройти, сформировав представительную демократию, разделение властей и стабилизировать экономику. Вопрос колониальных войн был решен политически, выводом войск. Португалия из империи превратилась в обычную европейскую благополучную страну. Эта метаморфоза стала возможна после военного переворота. Выводы. Длительная война может сделать военных политиками. Война вызывает привыкание граждан к жестокости и убирает барьеры с пути насильственных методов борьбе за власть. Может ли военный переворот привести государство и его граждан в еще более проблемную точку, чем диктатура и затянувшаяся война? Конечно, бывает по-разному. Но посмотрим, как после военных переворотов изменилась жизнь людей в тех странах, о которых мы сегодня говорим. В первой серии, посвященной народным восстаниям, для сравнения качества жизни мы использовали индекс HDI. Но он рассчитывается только с 90-го года. Военные перевороты, о которых шла речь, произошли раньше. Поэтому применим другой индекс, реальный ВВП на душу населения. В Парагвае, Турции и Португалии в годы послевоенных переворотов есть рост. Да и до наших дней он сохраняется. То есть глобально жизнь людей в этих странах улучшилась. Мы видим на примерах, что военный переворот, как вариант революционной смены власти, может стать способом прекращения войны, выходом из политического тупика и шагом в будущее без диктатуры. Всего вам доброго. Продолжение следует...